Друзья, всех приветствую на торговой сессии вторника. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш YouTube канал о Маркетс, оставляйте ваши вопросы в сексе с комментариями и, конечно же, не забывайте ставить лайки. Сегодня на повестке экономического календаря данные по рынку труда Англии. Этот отчет мы ждем в 7.00 по GMT. Точнее, это блок макроэкономической статистики, количество заявок на пособия по безработице, уровень безработицы и динамика роста заработных плат. На этот индикатор мы обратим наибольшее внимание, потому что этот показатель очень тесно коррелирует с ожиданиями по росту инфляционного давления. А нам сейчас важно понимать, что же происходит в этом плане в английской экономике, потому что от этого, от инфляционных ожиданий отстраивается позиция британского регулятора. И чем дольше Банк Англии будет подкидывать нам идею того, что снижение процентных ставок даже не обсуждается, тем, соответственно, более уверенно будет чувствовать себя фунт против всех своих основных конкурентов. Важнейший отчет текущей торговой сессии – это данные по инфляции в США, которые выйдут в 13.30 по GMT. То есть, по сути, ровно за день до заседания американского регулятора. Поэтому на самом заседании, которое начнется сегодня, но итоги будут подведены завтра, мы можем сейчас точно говорить, что у Федрезерва будут на руках все самые актуальные, обновленные макроэкономические отчеты. Поэтому нужно, чтобы Федрезерв был более конкретен в своих заявлениях, которые будут касаться перспектив американской денежно-кредитной политики. Ну что же, давайте посмотрим на основные финансовые инструменты, за которыми мы следим. Да, активность на рынке сейчас только набирает сессия понедельника, прошла довольно спокойно. Но это и понятно, потому что многие трейдеры не хотят торопиться с открытием новых позиций в преддверии именно вот этого цикла заседаний ключевых центральных банков мира. Хочется понять все-таки, что изменится в риторике представителей Банка Англии, Европейского Центрального Банка, Федрезервы. Только после этого действовать. Это правильная позиция, правильная тактика принимать решения на основании каких-то фактических сведений и данных. Но у нас еще изначально был посыл, и мы его придерживаемся, формировать какое-то стратегическое долгосрочное представление о том, что может произойти с финансовым инструментом. И несмотря на то, что мы тоже ожидаем итоги заседаний ключевых центральных банков, заранее все-таки хочется принять правильное решение и не упустить какую-нибудь прибыльную и интересную хорошую сделку. По индексу доллара, друзья, 103.94 текущий курс. Я сохраняю короткую позицию, ожидаю то, что индекс доллара завершит эту неделю ниже текущих значений, и в принципе распадажи могут последовать уже сегодня после выхода данных по индексу потребительских цен. Какие ожидания? В годовом выражении показатель инфляции в США может снизиться с 3,2 до 3,1%. То есть тенденция снижения инфляционного давления, скорее всего, продолжится. У меня нет сомнений в том, что минус 0,1% этот показатель все же продемонстрируют хотя бы из того, что происходит на рынке углеводородов. Нефть бренд WTI обновляет многомесячные минимумы и продолжает двигаться в рамках нисходящего тренда. Нефтянка напрямую влияет на показатели инфляции. Что касается базового индекса потребительских цен, то ожидается, что он останется на прежнем уровне 4%, хотя я думаю, что будут сюрпризы и здесь, и мы тоже вполне можем увидеть снижение хотя бы на 0,1%. Поэтому продолжение тенденции снижения еще больше убедит рынок, инвесторов, аналитиков и, я надеюсь, голосующий комитет американского регулятора в том, что нужно начать постепенно отказываться от жесткой монетарной политики. Причем первым шагом может быть просто официальное заявление о том, что ставка уже находится на ограничительном уровне и расти не будет. Ну а дальше мы уже сами додумаем, что следом за этим последует уже и снижение процентной ставки, которая по-прежнему ожидается в конце первого квартала следующего года, а именно по итогам мартовского заседания. Самое интересное, друзья, то, что вчера день относительно спокойный на содержании экономического календаря и выход статистики из Штатов. Ну, мы начинали торговую сессию, если сделать отсылку на инструмент FedWatch Tools, с вероятностью того, что ставку в марте снизит власти, денежные власти США. Эта вероятность оценилась в 40%, сейчас она составляет уже 46%. Поэтому снижение дополнительной инфляции точно может убедить еще большее количество инвесторов, сомневающихся в том, что пришло время для того, чтобы начать смягчать экономическую политику. Я за дальнейшие продажи доллара. Если у вас альтернативная точка зрения, не стесняйтесь, друзья, пишите в комментарии. Интересно будет обсудить и вместе попробовать выйти на какую-то, может быть, более интересную инвестиционную идею. По рисковым инструментам британец против доллара 1.2570 текущей котировки ждем заседания Банка Англии, которое состоится в четверг. Сегодня довольно неплохая прелюдия перед заседанием Банка Англии в виде блока макроэкономической статистики по рынку труда Англии. Особый акцент, повторюсь, мы делаем на динамику роста зарплат, потому что она остается угрожающей для разгона инфляции. Даже с учетом тех ожиданий, которые присутствуют на рынке, годовой показатель роста зарплат может снизиться с 7.9 всего лишь до 7.7%. Это значение, которое будет оказывать влияние на разгон инфляции. Об этом как раз много раз говорил Эндрю Бейли, который возглавляет британский регулятор. Дело акцент на то, что продолжающийся рост зарплат не дает сейчас инфляции активнее идти к целевому ориентиру в 2%. Поэтому Банк Англии планирует и дальше удерживать ставку на высоких значениях. И я много раз уже говорил, он будет удерживать ставку на тех уровнях, на которых она находится сейчас гораздо дольше, чем это будет делать американский регулятор. Пока мы ждем заседания Банка Англии, я думаю, что интерес к фунту сохранится, и мы еще до четверга вполне можем добраться до отметки 1.27 или даже оказаться еще выше. Пара доллар-канадец 1.3556. Ждем снижения канадского доллара из-за ожидаемого провала дальнейшего рынка нефти. Brent и WTI. Опять же, много уже говорил о причинах, почему нефть снижается, и почему я верю в то, что нефтянка может обновить новые многомесячные минимумы. Полагаю, что эта идея будет основополагающей для канадского доллара. И как ни крути, все-таки больше шансов сейчас на развитие того тренда, который развивался ранее. То есть это восходящего. Австралийцы против доллара 0.66. Давление на австралийцев. Вчера оказали данные по инфляции в Китай, потому что инфляция ушла в дефляционную, скажем так, зону, минус 0,5% в годовом выражении. И это очень плохой показатель, потому что она является явным индикатором падения потребительской активности, и это создает предпосылки для замедления темпов роста китайской экономике. В эту пятницу будут данные по промышленному производству и рыночным продажам в Китае. Но после таких значений по инфляции я уже прям сомневаюсь, увидим ли мы хотя бы какое-то подобие более-менее сильных отчетов. Скорее всего, статистика снова разочарует. Ну, я надеюсь, что австралийцы все же выстоят на идее снижения курса американского доллара и того, что когда выйдут данные по рынку труда Австралии, мы их ожидаем в среду, эти отчеты все же не разочаруют и поддерживают дополнительную позицию австралийского доллара. Цель по паре OutUSD это 0.67, она в принципе не меняется. Американский фондовый рынок, новый локальный максимум 4626 пунктов по S&P, ждем обновления новых исторических максимумов и движения цены выше 4800 пунктов. И рынок нефти 7650, текущие котировки, сантимент остается на стороне покупателей, точнее толпа сидит в длинных позициях, поэтому мы работаем по пути на меньшего сопротивления и в таких ситуациях ставим против толпы. Это на развитие нисходящего тренда. Данные по инфляции в Китае негативный фактор для котировок. Еще раз отмечу, что в пятницу могут дополнительно разочаровать еще данные по промпроизводству китайской экономики. Это важнейший индикатор спроса на углеводороды. Есть риски увеличения предложения со стороны Венесуэлы и Ирана на фоне послабления, смягчения санкций со стороны США. И даже те страны, которые не находятся сейчас в международной изоляции, такие как Бразилия, планируют также увеличить производство нефти в Бразилии. Очень амбициозные планы. На ближайшие пять лет нарастить добычу с трех до пяти миллионов бар. Ну, может быть, вряд ли им это удастся сделать, но все равно на рынке эту идею того, что предложение все же остается высоким с учетом текущих показателей спроса, она остается и негатив, который связан с этим, имеет место быть. Я пока что думаю, что рано отказываться от коротких позиций, поэтому еще раз повторюсь, нисходящая динамика это наиболее приоритетное направление. Друзья, на этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии. Всем пока!